К другим темам. На три дня Белокуриха станет аграрной столицей России. В городе-курорте пройдет 9-я зимняя зерновая конференция. На площадке соберутся более 120 представителей крупнейших зерноперерабатывающих предприятий и сельхозтоваропроизводителей со всей страны, а также из государств ближнего и дальнего зарубежья. Сама конференция начнется завтра, а сегодня в Барнауле губернатор Александр Карлин встретился с экспертами, которым по итогам форума предстоит оценить ситуацию на рынке зерна. Ваша мука на территории Полеводского федерального округа является самой лучшей и самым востребованной. Я точно знаю. Все спрашивают, а где алтайская мука? В этом селье-то горели. Крупы ваши? Как у нас выпуск там? На конференции эксперты обсудят такие вопросы, как государственная поддержка агропромышленного комплекса, развитие рынка сбыта и сельского хозяйства Сибири. Добавлю, проведение конференции федерального уровня на алтайской земле не случайно. Наш край – один из крупнейших производителей зерна в России. Более 80% своей продукции – муки, круп, макарон, аграрий – поставляют в другие регионы страны. Резервные мощности у нас позволяют вполне запустить технологические пределы, объемы в полтора раза больше. Какие меры, например, имеем по итогам хозяйственного года 2015? Резервные мощности у нас позволяют вполне запустить в технологические переделы объемы в полтора раза больше тех, каких мы, например, имеем по итогам хозяйственного года 2015? Я имею в виду и мукомольное производство, имею в виду и крупяные, и макаронная наша промышленность. Продолжение следует...